добрый день дорогие зрители канала садовый мир из огня до в полумя так называя погода нижегородской области в этом сезоне в последней декаде мая у нас нормализовалась погода мы начали активно высаживать рассаду томатов перцев баклажанов можно сказать что я практически по посадкам отстрелялся осталось у меня буквально уход и остатки высадки цветочной рассады здесь у меня видите перезимовали горшочки с высаженными ранее растениями их тоже сейчас убираю для того чтобы томаты высажены буквально полторы недели назад у нас активно проветриваться они начинают активно цвести сейчас пользуюсь тем что солнце скрылось потому что вы знаете что как только солнце припекать в теплице находится просто невозможно это настоящий крематорий страдают растений страдают люди муж с папой у меня перекинули сетку поперек два полотни чтобы частично она закрывала другой конец второй день нас плюс 28 растение стрессуют перед этим нас прошел обильный дождь произошло подтопление корневой системы и я сейчас хочу показать вам некоторые моменты ухода за рассадой после высадки в диапазоне 10 дней как правильно подвязывать как правильно формировать как это делаю и какие фишечки поделиться и как поддержать растение вот вот именно в такие стрессовые ситуации можно внутри теплицы я сейчас сижу рядом со средней грядкой обратите внимание здесь у меня каркасная грядка из обычного дерева и междуряди между посадками томатов у меня и посмотрите какие влажные это не полив был это влагу нас под первого из не лежащих слоев у нас очень близко к грунтовой воду вот если это так вот сейчас взрыхлю почву вы увидите что она достаточно влажная а когда я высаживал томаты 10 дней назад было еще достаточно прохладно и почва была прямо вот на грани еще будто градус 2 похолоднее и я выск не было никакой речи это просто подгнивала бы и перехлаждалась до корневая система как я выходил из положения я формировала не бороздки а как бы холмики то есть на уровне земли я раскладывала томаты валетиком вот посмотрите вот один томат напротив него второй и вот у этого стебля томата корневая находится вот здесь кубик вот если раскопать мы увидим корневую стену это делать не буду а вот у этого томата корневая находится вот здесь я удалив по три листочка стебель много заглубил и потом уже вот так вот формировала вот такой холмик на уже высаженных комик рассады таким образом верхний слой был более прогретым но сейчас наступила жара соответственно верхний слой он подсыхает растения испытывают дефицит влаги но поливать страшно почему страшно потому что вот мы сейчас сверху этот холмик немножко смочим а корни которые уже проросли у нас от кубика вот это вот корневого кома рассады у меня были в квадратных таких емкостях рассада горшечная и получать что этот кубик с нижней части будет уже слишком переувлажнен я очень боюсь корневых гнили различного рода увяданий поэтому лишний раз как говорится растение сейчас не поливаю смотрю внимательно продуктивную влагу пальчиком вот именно в корневой зоне особенно видно увядание на томатах именно еще когда прохладная погода поток холодной воды низкой температуры здравствуй корневые гнили различные сосудистые заболевания хочу сказать что я как уже рассказала 10 дней назад высадил томаты и они у меня буквально так лежали дней наверное 67 потом я стал потихоньку мелким перебежками поскольку началась уже достаточно жаркой погода их подвязывать я хочу вам показать как я это делаю вот прям руками в прямом эфире давайте это сделаем вместе прежде чем мы приступим подвязки хочу поделиться с вами небольшой находкой как я ускоряю время высоки когда нужно сделать все и сразу и не упустить где какой сорт у нас высажен в открытый грунт либо защищен раньше я просто ставила стаканчик рядом но у меня пушистый агроном они могли пройтись по грядке смахнуть стаканчики потом я уже по плодам идентифицировала свои томаты либо перцы либо там баклажаны сейчас я делаю следующим образом у меня все стаканчики сосуда промаркерона делаю я это кусочком малярного скотча подписываю ручкой и потом когда высажу стаканчика против напротив на стенку теплицы напротив сажется просто отрываю от стаканчика и приклеиваю на день-два хватает потом я начинаю подвязывать и уже рядом с автоматиком ставлю вот либо ложечку с названием сорта до при рабочий выпуск пасты так называется томат такое странное название здесь не коллекционные сорта и поэтому название будут очень интересные сразу ставлю напротив саженца ложечку вот таким образом и сейчас можно будет это все удалить со стенки теплицы вот таким образом так и вы на это сейчас вплекаться еще я вам показал как я маркирую томаты перцы на подвязочку сюда флажочками из подкладной клеенки в предыдущих выпусках прошлого сезона всегда спрашивали меня прям как галерея видно где какой томат в этом году просто ложечки поставил на немножко разнообразить контент чтобы не привыкали хорошему использовать то что вам интересно теперь по подвязке мы вам уже показывали как подвязываем томаты в теплице в первый поток и на петельку где мы высаживали их не лежа а стоя просто делали петельку клали ее в лунку и ставили уже непосредственно стаканчик с рассадой и потом только кверху так вот подвязывали здесь на другая ситуация у нас томаты вот так заглублены и лежат лежа и макушку так приподнят и вертикализирована уже потом процессе роста многие опытные садоводы огородники делал следующим образом берут делают петельку давать нам на примере вот это в номер томатика в нижней части формируют вот такую свободную петельку не тугую ну зелочек буквально чтобы обязательно пролазил пальчик вот так вот и затем уже пропускает шпагат по часовой стрелочке вокруг томата вот таким образом под каждый листочек аккуратно это дело чтобы не сломать не стряхнуть цвет и потом уже к верху поднимать завязывать методом свободно петли либо другим способом я же экономим время а тем более посмотрите метод томатик уже сам разветвился разбился на два побега на два ствола продуктивных и на каждом уже появились кисточки поэтому я эти два стебля буду сохранять и как я буду делать подвязку здесь мы сейчас эту петельку разрезаем я покажу как я все это в большинстве своем уже так разделить сами по себе я уже делаю сразу два вот таких шпагат отмеряем необходимой длины сейчас мы пись немножко прервемся я встану чтобы не скакать в кадре и покажу сколько мне нужно будет от верху с небольшим запасом на свободную петлю до корневой зоны сделать и в эти кусочки вам в кадре покажу дорогие друзья посмотрите вот я отмерил два куска шпагата с запасом смотрите перекинула через шпалеру который буду крепить их запасе к вот таким образом и второй конец на запасом идет до корневой зоны что делают дальше от противоположной конце от крыши то есть в нижней части выравниваю два кончика это пвх шпагат обычный который продается в любом садовом центре в огородническом отделе и вот так вокруг обычной палочки для суши завязываю просто на узелок вот так вот крепко чтобы у нас с вами никуда не делся деть примерно на серединке вот так вот и для верности еще один узелок тут красоты не нужно освобождаю конец шпагата я это делаю в прямом эфире только для того чтобы показать последовательность каждую я веревочку для каждого куза таких меряю я просто один фрагмент отмеряю и по нему потом штук 10-15 так вот отматываю вешаю кучкой и по одному выдергиваю подвешивая вот смотрите мы с вами зафиксировали два конца теперь идем прикорневую зону где у нас выходит стебель из почвы вот таким образом смотрите мы помним с вами что у нас противоположный конец томата вот у него здесь кроме вас тем поэтому аккуратненько стараясь не повредить рядом а вот легко в ход чувствую дав корень мы не уперлись и мы с вами палочку для суши вот таким образом вместе с узлом утапливаем таким образом у нас с вами нагрузка будет не на корень и на стебель который мы при подергиваем вверх будем подтягивать то есть мы лишний раз корневую систему не будем дергать не будем выдирать свеже образовавшиеся корни на стволике которого заглублен теперь делаем дальше вот эти два кусочка шпагата пока что которые вместе как неразлучники идут мы с вами подворачиваем по общему стеблю до развилочки свободно без фанатизма учитываем то что у нас будет еще стебель расти вот так мы заводим под стволик и начинаю потихонечку обворачивать вот так вот можно через листик пустить меня здесь междоузли достаточно короткие можно через лист но лучше конечно под каждый листочек для надежности вот так вот завернули и доходим мы с вами до развилочки вот дошли мы с вами до развилки сейчас я ее показываю видите вот она у нас дальше каждый стволик идет сам по себе соответственно мы дальше уже начинаем подворачивать каждый стволик отдельно вот пошел правый осторожно кисточку чтобы не повредить вот такие манипуляции если мы действуем осторожно еще работают на опыление поскольку мы пыльцу уже подсохшую после раннего утра когда у нас здесь важно было в тепличке с 9 до 12 самое время постучать по томатикам для их опыления вот мы с вами первый макушечка подкрутили откладываем в сторону и таким же образом пошли по второй так осторожный цветочек подкрутила оба стволика теперь вот сайте таким образом я их приподнимаю вот так вот кверху и развожу вот так вот либо на одну шпалеру с небольшим зазором либо вот так вот на разный для того чтобы они у нас не соприкасались давайте начнем вот с левой здесь у нас немножко длинный хвостик получился но ничего он нам еще пригодится для подвязки какого-нибудь пасынка бывает что пасынка продуктивный моего роста не даем оставляем одну кисточку и купируем вот сейчас я методом свободной петли еще раз показываю как это делать вот так за пальчик заводим и вот так вот все здесь можно чтобы конец не болтался завязать на бантик все один повязали мы с вами стволик теперь второй вот так вот перегибаем все наш красавец под названием рабочий выпуск пасты надежно подвязан каждое утро я буду заходить сюда подкручивать верхушки на по мере их подрастания вот так вот постукивать по уже подвязанной шпалере для опыления мы начали с того с вами дорогие зрители что у нас накануне это вчера было вечером прошел ледяной дождь а сегодня жаркая погода растения стрессуют а сейчас вперед цветить такой стресс губитель для 1 2 кисти у нас эти просто завязи которые даже образовались могут обвалить соответственно мы не получаем урожай поэтому будем томатиком нашим помогать обрабатывать свои томаты для снятия стрессовых условий точнее последствия этих стрессовых условий я буду вот таким ударным средством для возрождения растений стимул антистресс от зеленой аптеки садовода хочу обратить ваше внимание что выпускается средство в разных упаковках вот таких готовых ампулах по 2 миллилитра то есть для быстрой обработки на небольшом участке вашего сада огорода можно использовать абсолютно любых растений и на декоративных и в том числе на овощных и конечно же есть вот такая большая упаковка сразу если например нужно заправить большой ранцевый опрыскиватель 50 миллилитров вот такой флакон очень удобно сбоку есть шкала для определения необходимого скажем так объема для приготовления рабочего раствора вот смотрите мои дорогие я сейчас поскольку у меня здесь посадки я буду обрабатывать по грядочке сразу буду пользоваться небольшим опрыскивателем сразу один литр воды обычной и скважь туда налила поэтому достаю одну ампулу не нужно еще отмерять просто нужно будет аккуратненько ее вот так вот отрезать и влить в опрыскиватель очень хорошо растворяется в воде обратить внимание я сейчас не одеваю резиновые першатки только из-за того чтобы они будут никакого контакта с действующим веществом я просто кончик ампулы отрезаю так аккуратненько и выдавливаю готовый полностью препарат уже заранее приготовленный один литр воды все вот таким образом последнюю капельку мы вытряхиваем и просто закрываем опрыскиватель и перемешиваем и можно им работать что идет составе этого чудо-средства свободные аминокислоты которые на клеточном уровне снижают все последствия стресса укрепляя растения изнутри там же есть микроэлементы бор магний бор это скажем так микроэлемент который отвечает за развитие генеративных функций организм соответственно большее количество появляющихся кистей большее количество цветочков в кисти и соответственно сохраняет завязи наших томатах магний предотвращает старение пигмента то есть не у нас возникает различного рода голоданий хлорозов соответственно мы с вами сразу несколько зайцев убиваем отдела перчатки начиная обработку самого низа заходя под нижнюю часть листочку поскольку все сасывающие усицы находится именно там и эффективно всасывать все необходимые компоненты все свои томатики я прохожу за сезон таким препаратом делать обработки нужно от одного до трех раз особенно на раннем стадии развития когда растение только укрепляются переживать максимальные стрессы при перевалке при высадке на постоянное место роста укореняются новом месте и соответственно в неблагоприятный погоду условий такие как возвратные заморозки резкие похолодания либо повышение температуры когда россию только еще только начинает перестраиваться еще конечно можно использовать этот препарат для замачивания семян для того чтобы поднять энергию роста и получить красивую здоровую рассаду ну и конечно для получения бессовестного вкусного урожая и высоко декоративных свойств наших декоративных растений таких например как цветы я сейчас пройдусь по своим растениям по всех грядочках где у меня уже подвязаны просто пройдусь опрыскаю где еще 2-3 кусточками они подвязаны сделаю это как я вам показал начале нашего выпуска и кратность обработка я уже сказала от 1-3 и между ними должен быть промежуток 2-3 недельки наши растения будут надежно подстрахованы и соответственно они будут меньше стрессовать лучше будут развиваться и давать нам шикарный урожай все я пошла по грядочкам всем пока пока